В условиях сверхплотного игрового графика, в кубковом сражении с крыльями советов, командой которую горожанам ранее никогда еще не удавалось обыгрывать, наставник черно-зеленых Олег Кононов вынужден был прибегнуть к ротации состава. Гигань, Калешин, Гранд, Квестах, Меда, Фари остались на скамейке запасных, Перейра продолжил отбывать дисквалификацию, а быстров залечивать травму. Кроме того, за бортом заявки остался почувствовавший небольшое недомогание Лабарде. Зато вернулся в обойму Измайлов, появившийся на поле с первых минут. Краснодар завладел территорией без малейшего сопротивления со стороны гостей, которые с первых секунд сели за линию мяча практически всей командой. В центральном круге маячил лишь мощный центрфорвард Яхович, а Ткачук с Чочиевым были призваны поддерживать самарские контровыпаты из глубины. Ждать первого из них пришлось 10 минут, в течение которых крылья отражали настойчивые, но монотонные атаки горожан. А затем Яхович улучшил момент и пробил, не дойдя до полукружия Краснодарской штрафной. Синицын в красивом броске до мяча не дотянулся, но тот прошел рядом со штангой. Эти стартовые 10 минут по сути стали прообразом всего первого тайма. Прошел он под знаком тотального территориального преимущества Краснодара, которое, впрочем, ромным счетом никаких дивидендов хозяевам поля не давало. Свои атаки черно-зеленые развивали неспешно, то ли экономя силы, то ли уверовав, что рано или поздно и в таком темпе возьмут свое. Но при этом горожане постоянно сбивались в центр, где раз за разом ввязли скопление игроков соперника, и лишь дважды до перерыва смогли выйти на ударные позиции. На 13-й минуте Жао Зиньо мягко забросил мяч за спины защитником на Ландерсена, который в касание перебросил выскочившего на него галкипера, но голу не позволил состояться Натсон, постраховавший слова Каяна Муху на последнем рубеже. А еще через 10 минут уже сам Жао Зиньо после короткого паса Измайлова с носка пробил точно по позиции вратаря. Что касается самарских контратак, то в нескольких из них виделась перспектива. Но в итоге до совершения дела так и не дошло, ибо в обороне краснодарцы до перерыва действовали не менее надежно, чем их оппоненты. К сожалению, вторую половину черно-зеленые начали ровно так же, как и в недавнем матче против Вольфбурга. Из раздевалки вышли, а в игру не включились. И первая же атака гостей привела к голу. Драгун сделал заброс в район 11-метровой отметки. Яхович поборолся с защитниками и отпасывал в свободную зону, куда на всех парах влетел правый защитник Дмитрий Ятченко, пробившись сильно и точно в нижний угол. В рулевой Краснодара Олег Кононов отреагировал на пропущенный мяч двойной заменой. Вместо Измайлова и Аджинжала на газоне появились Ахмедов и Ари. А Самара ответила на это еще одним голом. На этот раз все самостоятельно сделал Алан Чочиев. Обыграл одного защитника и из-под другого выстрелил под дальнюю штангу. Синицын не выручил и крылья Советов повели уже 2-0. Если бы на исходе часа игры Яхович, здорово развернувшийся штрафной хозяев, попал в цель, то матч можно было бы заканчивать. Но самарский македонис промахнулся и краснодарцы нашли в себе силы вернуться в игру. Мамаев смекнул, что в условиях столь плотной обороны действенным оружием могут стать дальние удары. Первый его выстрел на 64-й минуте рассек воздух над перекладиной. А второй, произведенный 6 минут спустя, Муха отразил кулаками. В борьбе за дальний оскок кто-то из самарцев сыграл рукой и рефери Рушаков назначил штрафной в метрах 23 прямо против ворот гостей. Франсишку Вандерсон пробил сильно поверх стенки и снаряд вонзился в небольшой зазор между руками голкипера и перекладины. Времени, чтобы забить второй мяч, оставалось еще предостаточно, и черно-зеленые прижали гостей к воротам. Но те продолжали действовать в обороне все так же слаженно. С выходом Гранквиста вместо Инджейчика Краснодар перешел на игру в три защитника и ставший правым хавбеком Петров на 77-й минуте имел шанс восстановить равновесие, но из пределов штрафной пальнул точно над Мухой. И тот успел перевести мяч через перекладину. А еще через пару минут Арии сделал здорово все, кроме завершающего удара, который получился у бразильца откровенно слабым. Минуты с 85-й на позицию центра форварда отправился высоченный Гранквист. Но использовать шведскую башню краснодарцы так и не смогли, поскольку до нее не долетел ни один мяч. А вскоре интригу в матче окончательно убили самарцы Денис Ткачук с Ибрагимов Цалаговым. Первый заработал в пенальти, вынудив сфалить Газинского, а второй четко привел приговор в исполнение. 3-1. С таким счетом крылья советов праздновали вполне заслуженную победу, в очередной раз подтвердив репутацию крайне неудобного соперника для Краснодара. Теперь в начале марта в 1-4 финале Самаре предстоит встреча с ЦСКА, а быки должны постараться, чтобы в следующем году продолжить выступление не только в чемпионате страны.